Ну что, сейчас сентябрь, а мы в Мюнхене, а значит пора бухать. Я сам нифига не знаю, даже зайти не могу сейчас, то есть я засигнапился, чтобы Флюген Мюнхен компания, там всякое, короче, это, а ловился юзать мою дату, чтобы держать меня в тач, но... Зачем тебе Wi-Fi? Ну типа, блин, мне нужно связаться там, не знаю, с челом в Германии, спросить вообще, стоит хатспот связать или нет, маман написать, типа, эй, я приехал. Вот так. Твой лиц сегодня распознается, как лицо все фокусируется на тележках. Вы будете смеяться, но приключения уже начались, потому что Ромыча задержали за что-то с багажом, и он где-то вот за этой стеной доказывает, что у него нет ничего запрещенного. А вдруг есть? Хаша, террорист. Что это было? Ну типа, досмотр, наверное, может быть, мой портфель у вас подозрения, я не знаю. Меня спросили, зачем я сюда приехал, на сколько дней и сколько мне денег. И все? Да, ну и через ленту, естественно, все. То есть вот это не вызывает подозрения? Почему? Все вызывает подозрения. Вот я все с камер положил в итоге. Ясно. Ладно, я-то думал, все, короче. Все-таки запалили твою катушку Тесла. Просто у нас уже были случаи. Ну это микрофон, хватит. Мы прибыли в Штармер, где, собственно, будем обитать, и о котором вам еще вскоре расскажем. Поверни на меня. Да, сейчас. Сейчас. Проблема есть. Интересно. Может, не проблема. Черт. В общем, мы сняли хату по Airbnb. Вот. Приехали сюда. Вот мы сейчас здесь. Первая интересность. Мы позвонили владельцу, и он сказал, что нужно найти ключ. Квест. Но я его быстро решил. Но суть была в том, что он сказал следующее, что есть зимний сад. Там две деревянные колонны. И на уровне головы, если подойти к тем дым колоннам, будет ключ. Вот зимний сад. Ну, типа. Вот. Это зимний сад. И тут висят ключ. Вот. Ну, это фигня. Ладно. Хата, видите, крутая, но есть одна проблема. Тут очень много чужих вещей, и я не уверен, что мы вообще в тот дом попали. То есть, может, здесь все прячут ключ в зимнем саду между колонн? Ром. Да? Тут холодильник с пивом. И что? Так. Короче. Все. Мне нужно как-то отсюда. Сейчас. Вылезти. Не, нормально. Вот. Что, короче, случилось? Это, наверное, самая нелепая вещь, которая случалась со мной когда-либо. В общем, в прошлом видео, ну или в прошлом отрезке видео. Не знаю, как мы это будем заливать. Не важно. Мы, значит, рассказали про супер квест ключом. Мы открыли двери и, собственно, тусоваться, значит. Ну, там, посмотреть, место что-то. Посидели просто. И вот приезжает, значит, владелец и говорит, что мы выполнили сайт-квест, который не надо было выполнять. А наш квест находился ровно напротив. То есть, переводя на русский язык, что произошло? Мы просто взяли не тот ключ и открыли не ту дверь и зашли не в тот дом. И провели там часа, часов пять. Не знаю. Это очень смешно, по-моему. Приходит владелец и такой, о-о-о, что? И мы такие, здрасте, здрасте. Он такой, а-а-а, не та хата. Мы такие, бля-а-а-а. Ну, дело в том, что в итоге два ключа висели друг напротив друга. И как бы мы взяли не тот ключ. Самое смешное, это было не мое решение. Просто я сначала нашел не тот ключ. В итоге открыл не ту дверь и мы сидели не в том доме. Ну, сейчас мы вроде там, где надо. Это же неплохо, в принципе. Есть диск с еврейскими песнями. Тут определенно неплохо. Все-таки я сломал. Так, прежде чем я начну, короче, хотел сказать то, что будет, типа, такой цикл передач, которые будут, ну, типа, являться что-то типа пародиями на всякую хуйню, которую сейчас на ютубе клепают некоторые, вот. Ну, в смысле, блин, мы приехали в Германию, да, и мы, типа, такие, пора бухать. Все поняли к чему-то отсылка, наверное, типа. Потом будет еще парочку идей, которые мы задвинем, вот. Но это все попозже. А сейчас, короче, анбоксинг дома. Вот. В котором мы пробуем, что-то, типа, 10 дней. Не помню, сколько стоит это на 10 дней, но это не важно, в принципе. Домик небольшой, но, в принципе, так как мы здесь будем проводить, по сути, только там, вечер и спать, то, в принципе, неплохо. Вот. Вот. Слева у нас какой-то охерительный шкаф, где шикарные толпы 5.1 surround. Не знаю, почему они, на самом деле, здесь, но тут две колонки Trust, которые, походу, вообще повидали намного больше, чем я. Или там какая-то магнитола, неважно. Тут у нас наш компик, короче, охуенный стол. На самом деле, на самом деле, не самый пиздатый стол, стоит сказать, но не о столах. Вот. Тут у нас две койки, вот эта, и вот наверху вот эта вот охреная койка. Я даже залезу, чтобы понимать. Я там уже был, но мне тогда было очень неловко разговаривать. Да, вот там вот, судя по ни хера себе какой вмятине и всяких опилках, уже многие бились башкой в эту перекладину. Видишь, да? Да, кстати, да. Ха-ха, кайф. Вот. Ну, короче, там, ну там кровать, я не знаю, что. Ну, вряд ли видно, но там кровать, и, видимо, там буду спать я, потому что есть сомнения насчет... Ну, да, не будем в этом. Тут кухонька, там что-то стульчики виднее в салоне. Чайники уже забота, ему налито водички года полтора. Ха-ха-ха. Я не знаю, как называется эта, короче, птица. Это... Пеликан? Пеликан, да. За этими странными дверьми, которые почему-то передних ряд вообще не держатся сверху, то есть, за ними находится, собственно, там туалет и душевая. Тут туалет, тут стиралка вроде даже была, да, или, там, холодильник. Я не знаю. Ладно. Да я прочеку. Холодильник. Нормально холодильник толкан, а то ж к нему ходить не надо. Просто... Загрузил пивом и не стоишь вообще. Тут тостер. Ну, и тут всякое утро, собственно, которое, ну типа, всем нужна. Типа, да. Стакан... Бля... Я этого не ожидал. Подожди, а нож-то тут есть? Да есть, нормально. Даже вроде есть. Ну вот, как-то так, по-моему, весьма интересная альтернатива отелям. Ну, потому что, в принципе, тут все равно намного больше места, чем в типичном отеле, то есть, тут весьма какой-то херительный телек, Вот. Ведь, который, на самом деле, весьма огромный. И, в принципе, ну две нормальные кровати. Потому что ну в отеле мне кровати не нравится, я не знаю, почему. Вот такие дела. Ждите, значит дальше видосиков. Все. уууу